Доброходов Александр Сергеевич, наладчик оборудования. Александр Сергеевич, расскажите, в каком цеху мы находимся, для чего он нужен, что здесь производится? Здесь у нас будет производиться детское питание для самых маленьких детей. Расскажите о линии, какая производительность из нее, что это продукт? Это будут вязкие йогурты, она разливает примерно полторы тонны в час, но формат будет 90 грамм, то есть это очень много, большое количество. Полторы тонны в час, а сколько у нас будет еще часов в смене? В смене у нас 12 часов, 11. 11 плюс обед. Сколько пан еще будет производиться в сутки? Сутки, наверное, крыковаться. Слушайте, а вот по качеству отличие. Мы смотрим вес, качество, вязкость, состояние продукта, потом число обязательно, маркировка. Так, что еще? Вот эта линия автоматизирована, сколько сотрудников нужно при ее обслуживании? Трое. Трое, четверо, то есть с уровнем наладчиков будет на месте. А можете прям полную фразу рассказать? То есть здесь работает столько сотрудников, столько это? Прям полная фраза. На данном автомате будет работать трое наладчиков оборудования, которые будут смотреть за качеством общей продукции. И какие условия работают здесь? Условия труда, так скажем? Ну, все на высшем уровне. Что на высшем уровне? Зарплата? И зарплата тоже. Ну, зарплата, состояние цеха очень чисто, очень красиво, культурно. Отличие детского от взрослого питания, то есть по качеству, есть какое? Да, здесь более строго. Ну, что значит строго? Вы какое заведение заканчивали? Ну, это далеко прошли. Автомеханическое. Ага, понятно. Значит, про качество вопрос снимается. Почему? Нет. Ну, вы по оборудованию или технологии? По оборудованию. По оборудованию. Понятно. Вас хотят спросить, расскажите, в чем отличие контроля качества детского питания, нежели чем взрослого питания? Вот какие, например, параметры более жесткие? Более чаще проверяется, чем на взрослых. Что проверяется? Какие параметры? Мы проверяем также качество сваривания и носим в лабораторию. А лаборатория уже проверяется сама. Ну, еще проверяем. Спасибо. Спасибо большое. Мы просто волнитесь.